Добрый вечер, Галина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ольга Вереновна, давайте начнем наш разговор с того, что в этом году отопительный сезон решен начать не 15 сентября, а немножко позже, 20 сентября. В связи с чем было принято такое решение? Ну, вообще, начало отопительного сезона в каждом муниципальном образовании начинается по решению непосредственно муниципального образования. Это обусловлено тем, что температурный режим в различных регионах разный, и даже, скажем так, вот в пределах Кемеровской области температура наружного воздуха отличается по муниципальным образованиям. В соответствии с приказом Минэнерго России номер 115, начало отопительного сезона устанавливается, когда среднесуточная температура в течение пяти суток не превышает плюс 8 градусов. Как бы вот такой рекомендательный характер дает Минэнерго России, ну, а, соответственно, на саму дату начала отопительного сезона, как и его окончание, определяет орган местного самоуправления. В связи с тем, что температуры среднесуточные, а особенно дневные, значительно превышали плюс 8, это было в пределах 20 градусов в эти дни, поэтому было принято решение отопительный сезон, начало отопительного сезона отложить на 5 дней. Ну и вот буквально со вчерашнего дня, с 20 сентября, у нас начался запуск тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Сколько продлится запуск? Ну, понятно, что сразу все подключать невозможно. Вообще, в соответствии с разработанным графиком, запуск у нас будет происходить в течение трех дней, но буквально исходя вот уже из той статистики, которая есть сегодня, в первый день у нас запущено порядка 60% от общего количества многоквартирных домов, и на сегодняшний день объем запущенных домов составляет 96%. Ну, хочу еще отметить, что данная работа продолжается. Всего у нас 700 домов, которые имеют центральное отопление. Угу. И в целом, если брать тему подготовки города к зиме, наши котельные готовы начать отопительный сезон? В течение всего летнего периода, начиная с окончания отопительного сезона, то есть начиная с 15 мая, когда мы остановили котельные, мы начали готовиться к следующему отопительному сезону. Первое, что было проведено, это гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам гидравлических испытаний было выявлено 64 порыва, которые были в течение лета все ликвидированы. Всего было заменено более двух километров тепловых сетей. Был проведен ремонт основного оборудования на котельных, вспомогательного всего оборудования. То есть на сегодняшний день, скажем так, что все ресурсоснабжающие организации, а их у нас в городе четыре, это ЛКС, ООО «ЛКС», ООО «Мастер», который отапливает жилой фонд и объекты соцсферы поселка Никитинский, клинический центр охраны здоровья шахтеров и психбольницы. Вот четыре ресурсоснабжающих организации. В этих четырех ресурсоснабжающих организациях на 15 котельных установлено 53 котла. Вот из 53 котлов на сегодняшний день готовы к работе 52 котла. Один котел у нас в ремонте. Это котел на котельной КСК, но который у нас в принципе не участвует на сегодняшний день в технологическом процессе. Почему не участвует? То есть хватает мощностей? Да, мощностей хватает без этого котла. Он у нас идет как в зимний период, как резервный. К декабрю месяцу этот котел будет введен в эксплуатацию. Помимо текущих дел, ремонта котельных, были ли какие-то глобальные проекты в этом году, которые были сделаны в рамках подготовки к зиме? Да, конечно. И хочется отметить, прежде всего, из глобальных проектов, это, скажем так, очередной этап реконструкции центрального планировочного района. Центральный планировочный район у нас это котельная центральная и прилегающие к нему котельные. Котельная первая, четырнадцатая. Еще в девятнадцатом году мы начали реконструкцию центральной котельной. На котельной было установлено три котла КВТС, морально-физически устаревшие, с износом более 80%, с очень низким КПД. И вот с девятнадцатого года мы начали поэтапную замену. Мы в двадцать первом году закончили, заменили все три котла на котлы с высокотемпературным кипящим слоем, больше производительности. На сегодняшний день мощность котельной установлены 90 гикокалорий в час. То есть она дает возможность не только отапливать качественно и надежно тот жилой фонд и объекты соцсферы, которые на сегодня присоединены к этой котельной. Ну и у нас появилась возможность закрытия котельной первой и четырнадцатой. Это котельная, которая находится в данном районе, в центральном. Это ручные котельные малопроизводительные, которые не имеют газоочистки. И, скажем так, более того, у нас появилась возможность перспективной застройки данного района, то есть возможность строительства четырнадцатого микрорайона. Таким образом, завершив реконструкцию котельной, мы приступили к мероприятию по закрытию котельной. Вот второй год мы закрываем, строим теплотрассу от котельной первой и четырнадцатой с целью закрытия данных котельных. И я думаю, что в следующий отопительный сезон мы вступим уже без котельной первой и четырнадцатой. Здесь будет построено, на сегодняшний день, скажем так, выполнено порядка 60% от запланированного объема работ. И на следующий год эти работы будут завершены в полном объеме. Будут достроены теплотрассы, построена повысительная насосная станция. И жилой фонд, который получал отопление от данных котельных, первый, четырнадцатый, это район улицы Кирова, рядовой переулок, это улица Чекмарева. Ну, во-первых, люди получат качественное, надежное теплоснабжение. Во-вторых, будет возможность получать горячее водоснабжение в течение всего периода, включая летний. Еще один масштабный проект, мы с вами на этом объекте были в этом году вместе с главой города, это строительство водовода в районе улицы Мечникова и Оптимистической, и там строительство повысительной насосной станции. Он на каком этапе? Он на сегодняшний день уже сдан в эксплуатацию или еще нет? Да, это еще один такой масштабный глобальный проект, который мы долго, скажем так, вынашивали, который был просто необходим городу в связи с тем, что данный район, у нас район шахты 7 ноября, в летний период фактически многоквартирные дома были без воды. То есть период, когда была достаточно высокая температура, когда люди поливали огороды, забирали воду на полив огородов, вода в многоквартирные дома выше, скажем так, второго, третьего этажа, она вообще не поступала. То есть это была очень большая проблема, это было очень много жалоб, очень много обращений. В связи с этим данное мероприятие было внесено в инвестиционную программу ОАО «СКЭК». Это то предприятие, которое на сегодня осуществляет водоснабжение, водоотведение у нас в городе. И вот благополучно на сегодняшний день, ну скажем так, фактически все работы завершены и сейчас такие, ну уже окончательные штрихи. И я думаю, что в октябре месяце мы запустим водоотоповысительную насосную станцию. И на следующий летний период проблем с водоснабжением у жителей данного района не будет. Ну и хочу сказать сразу, что параллельно два таких района у нас в городе. Второй район – это район десятого участка, где также была аналогичная ситуация. Причем к этому водоводу у нас были привязаны многоквартирные дома по улице Горького. И жители также, где страдали в летний период, не получали достаточно воды. На сегодняшний день в рамках инвест-программы «СКЭКа» также ведется работа по устроительству еще одного. Водопровода в районе десятого участка. Но там у нас будет срок окончания работы, сдачи объектов – это 26-й год. Подготовка к зиме – это не только котельные, не только водопроводные сети, это еще и электросети. Вот в плане Ленинск-Кузнецкой горы электросети какие работы были сделаны глобальные? Да, электросетевое хозяйство, оно тоже очень такое большое, очень много сетей. Ну, скажем так, протяженность сетей электрических составляет почти 900 километров по городу. Представляете, вот это надо все просмотреть, отревизировать, отремонтировать, заменить. Это 330 трансформаторных подстанций. В целях обеспечения надежности электроснабжения, конечно, работа по подготовке к зиме Ленинск-Кузнецкая гурсеть начала, ну, скажем так, практически с начала года, даже не с начала окончания отопительного сезона. Поэтому в течение лета у нас было много очень обращений от граждан в связи с отключением электроэнергии, но это все делалось для того, чтобы восстановить все это сложное большое хозяйство, отремонтировать и подготовить к зиме. Ну, если говорить о таких, заменено всего у нас в течение лета почти 12,5 километров ветких сетей, построены две новые трансформаторные подстанции, это школа 38-я, северная промзона. Заменено пять трансформаторов на новые, более энергоемкие. Заменено электроснабжение района Лесной городок и второго гидроузла. Второй гидроузел – это тот объект, от которого поступает водоснабжение, скажем так, на основную часть города, то есть идет на весь город. Достаточно большой объем работы сделали. Достаточно большой объем работы, да, совершенно верно. А в рамках подготовки к зиме, какие работы были сделаны на жилом фонде Ленинска-Кузнецкого? Вот кто вообще у нас отвечает за ремонт жилого фонда? Это дома, были там капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонтировались ли подъезды? Если мы говорим о ресурсоснабжающих организациях, то здесь мы понимаем, что это зона ответственности непосредственно ресурсоснабжающих организаций. Если мы говорим о многоквартирных домах, о жилом фонде, то надо понимать, что это зона ответственности собственников. Нам с вами всем, как собственникам, жилых помещений принадлежит часть общего имущества, которое мы должны содержать и ремонтировать. По нашему, скажем так, заданию, занимаются этим управляющие компании и ТСЖ, где они имеются, где они выбраны на тех домах. Либо, если на доме непосредственно управление, а таких домов у нас более 150, это дома двух, трех, четырех квартирные, у которых нет управляющих организаций, где собственники сами управляют, содержат и ремонтируют свое общее имущество. Ну, основная масса домов – это, конечно, многоквартирные дома. Как я уже сказала, 650 домов – это с центральным отоплением. Здесь работы по подготовке к зиме осуществляет управляющая компания, либо ТСЖ, в зависимости от того, какой способ управления выбран на многоквартирном доме. Ну, здесь, конечно, тоже самое первое, что было проведено управляющими компаниями ТСЖ – это промывка многоквартирных домов, это удаление всех тех отложений, которые скопились за зимний период, за период отопительного сезона. Это, конечно, ревизия и ремонт всех сетей, подводящих, это и электрических, и водопроводных, и тепловых, и канализационных, ремонт и замена запорной арматуры, где это необходимо, ремонт кровли. Ну, то есть все-все те работы, которые необходимо выполнить на доме, они осуществлялись управляющими компаниями и товариществом собственников жилья, если на доме способ управления выбран ТСЖ. Ольга Вилановна, а ремонту дворовых территорий в этом году внимание уделили? Ну, ремонт дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда» – это, наверное, самая такая актуальная тема, которая теперь уже по прошедшей 7 лет, это тот срок, в течение которого действует данная программа на территории нашего города, уже многие собственники поняли преимущества данной программы, и количество желающих участвовать в программе возрастает, ну, буквально с каждым днем. Всего, как я уже сказала, с 2017 года действует программа, всего за 7 лет мы отремонтировали 108 дворовых территорий и 8 общественных пространств. Если говорить непосредственно о 2023 году, то за летний период у нас благоустроено 9 дворовых территорий и 2 общественных пространства. Причем я бы хотела отметить на сегодняшний день более такой комплексный подход к собственникам по вопросу ремонта дворовой территории. Если раньше, в 2018-2019 году, собственники приносили нам протоколы и дизайн-проекты, где был, ну, скажем так, какой-то выборочный, частичный ремонт, какими-то кусочками, участочками, то на сегодняшний день это такие большие глобальные проекты, и собственники хотят видеть свою дворовую территорию обновленной. Добавляются проезды, добавляются парковки, места под парковку, парковочные места. Ну, то есть, как бы так, они становятся больше, объемнее, дороже. Хочу напомнить, что, почему вот этот проект так востребован? Потому что осуществляется он на 95% за счет средств бюджетов. Это федеральный, областной и местный бюджет. И только в доле 5% все эти работы оплачивают собственники многоквартирного дома. Ну, как я говорила уже не раз, что основное для участия в данном проекте – это инициатива жителей. Это решение, которое они должны принять о том, чтобы участвовать в данном проекте. Это протокол общего собрания, в котором данное решение должно быть отражено и зафиксировано. Ну, и также, конечно, согласие собственников об оплате выполненных работ в размере не менее 5% от сметной стоимости. А какой процент жителей должен согласиться, чтобы двор получил новый асфальт? То есть там же достаточно не 100% подписей жителей? Да, это очень актуальный вопрос, потому что на сегодня даже по тем дворовым территориям, на которых выполнен такой, я бы сказала, очень качественный, хороший ремонт, поступают обращения от собственников, которые не участвовали в голосовании, либо не голосовали за. И поэтому они считают, что они не обязаны, не должны оплачивать. И когда им приходит счет на оплату, они очень с таким возмущением приходят на приемы ко мне и к главе города и пытаются обращаться во все инстанции с жалобами. Ну, хочу сказать, что в соответствии с жилищным кодексом решение по данному вопросу принимается двумя третьими собственников. То есть протоколе достаточно того, что за проведение капитального ремонта проголосовало две третьих, то есть 66,6% от общего количества собственников. И остальные собственники обязаны просто подчиниться данному решению и, соответственно, в такой же, в своей доле оплатить те расходы, которые были понесены на ремонт дома, ну, в доле собственников. И давайте еще раз, наверное, скажем, что только от нас с вами зависит, в каком дворе нам жить и по какому асфальту ходить. И, а можете напомнить общественные территории, которые в этом году были сделаны? В этом году мы отремонтировали сквер по бульвару химиков, который у нас приобрел прям новый вид. Стал таким местом, где уже отдыхает много жителей не только близлежащих домов, но и всего данного района. А также проводили работы по второму этапу по пионерскому парку. Пионерский парк – это тот объект, за который мы голосовали уже не один раз. И, кстати, на голосование мы его выставляли на следующий год. Он также прошел по итогам голосования. То есть там достаточно большой объем работ. Но данное место, если... Ну, я думаю, в принципе, все люди, жители нашего города видели и знают, и помнят этот объект в том виде, в котором он был последние годы. То есть это достаточно такой неприглядный, заросший весь и травой, и деревьями. Вот в течение нескольких лет, вот два года мы приводили его в порядок, вырубали деревья, расчищали территорию. В этом году мы определили, наметили, заасфальтировали там тропинки, дорожки. И на следующий год, так как данный объект также выиграл голосование, мы, я надеюсь, завершим работы в целом по этому объекту. Ну и второй объект, скажу сразу, который у нас будет на следующий год ремонтироваться – это Стелла-Успех. Стелла-Успех – это такое памятное место, место первой шахты Ленинск-Кузнецкого рудника, который находится на пересечении улиц Вострикова, 10 лет октября Ленина, которое тоже на сегодняшний день в таком не очень приглядном, не очень хорошем состоянии находится. Вот на следующий год мы и будем его восстанавливать, благоустраивать. Хочу вернуться к Пионерскому парку. Видела, снимали журналисты сюжет и видела картинку. То есть уже это место смотрится достаточно симпатично и красиво. А можете сказать итоговый вариант, что там будет? Там будет просто прогулочная зона или какие-то локации появятся, детские площадки. Или он будет объединен с парком имени Водянова, где вот у нас игровой комплекс? Да, он, этот парк, он будет идти как продолжение Водяновского комплекса. Там будут места отдыха, там будут деревья, цветы. И, конечно же, там будут детские площадки для отдыха и игры детей. Ну, то есть такое будет комплексное место отдыха в данном районе. Ольга Вереновна, ну, говоря о подготовке к зиме, не могу не упомянуть тему ремонта городских наших дорог. И в этом году, наверное, выполнен самый большой, самый масштабный объем работ. Это прежде всего наш проспект Кирва. Это на въезд, выполнил въезд в город со стороны Новосибирска. Еще ряд дорог были сделаны. Вот расскажите об этом составляющем. Да, конечно, мы все помним наш город после зимы, когда все было куча обращений. Я не знаю, сколько их было. Тысячи, две, три, все по проспекту Кирова, по тем ямам, выбоинам, что там невозможно ездить. Мы обращались. Но объем работ, конечно, там очень большой. И средств бюджета нашего городского округа недостаточно для того, чтобы самостоятельно выполнить работы. Мы обращались в область, просили денег. Ну, и область нас услышала. Деньги были выделены. И, ну, буквально вот сегодня уже, скажем так, работы в стадии завершения. Дорожное полотно уложено на протяжении трех километров. Это проспект Кирова от пересечения улицы Суворова-Энгельса и до улицы Васильева. Кроме того, были отремонтированы все съезды. Вместе с самим проспектом уложен асфальт, щебеночно-мастичный асфальтобетон, который, как мы говорили, уже не раз отличается повышенными показателями прочности. В настоящее время подрядная организация завершает работу по колодцам. То есть здесь технология такая, что сначала мы укладываем дорожное полотно, а потом высверливаем колодцы и закрываем крышки и асфальтируем колодцы. И устанавливаются ограждения, те, которые были демонтированы в процессе ремонта. Вот. Это основной такой объем работ. Кроме того, в рамках областной же программы у нас была отремонтирована улица Суворова. Это район 42-й школы и улица Мечникова. Мы выполнили ремонт, вернее завершаем, скажем так, ремонт по улице Топкинской. Там у нас частично переход с улицы Кузбасской на Топкинскую, где пойдет троллейбусный маршрут. Также за счет средств областного бюджета выполняется. И на ту экономию, которая была получена по результатам проведения конкурсных процедур, мы еще и будем ремонтировать Розу-Лексембург. То есть еще одна улица, которая у нас получит новый такой совершенно вид, по которой можно будет свободно ездить, не боясь попасть в яму и повредить колесо. Вот. Такой большой объем работы. Это все было выполнено в рамках областной программы. Кроме того, как вы уже отметили, был отремонтирован въезд в город со стороны Новосибирска. Это улица Гагарина, это путепровод, который, ну, я думаю, что, наверное, состояние данной улицы было нисколько не лучше, чем по проспекту Кирова. Тоже совершенно такая убитая дорога. Но здесь еще связано с тем, что по ней проходит у нас весь транзитный транспорт, который заходит в город. Вот. Поэтому, ну, конечно, очень большой объем работ был сделан. Была отремонтирована улица Калинина. Ну, и сейчас вот, я надеюсь, мы доделаем еще, выполним работы по улице Роза-Люксембург, осталось у нас за нами, и убрать колейность по улице Пушкина. Ольга Вереновна, ну, вот после нового асфальта, наверное, самая главная задача – сохранить этот асфальт. Вообще, какие-то гарантии есть вот у нас на дороге? Да, по всем дорогам, включая как дороги, у нас ремонтируемые за счет областного бюджета, так и те дороги, которые ремонтируются за счет бюджета городского округа, по всем обязательно за подрядчиком сохраняются гарантийные обязательства. Кстати сказать, первая дорога, которую мы ремонтировали, это была дорога по проспекту Ленина, 2,5 километра. Это было 5 лет назад. И вот если вы обратили внимание, то каждый год мы делаем обследование, 5 лет гарантия была на эту дорогу, каждый год мы проводили обследование, и каждый год подрядчики в рамках гарантийных обязательств осуществляли ремонт. В этом году вот они убирали, ну, там, скажем так, и не колейность, но частично уже начался рогип асфальта, да, и в районе Коняхинского рынка. Осуществлял ремонт. Это все проводилось в рамках гарантийных обязательств. То есть все дороги каждый год обследуются, и если какие-то дефекты в работе подрядных организаций выявлены, то подрядные организации в рамках своих гарантийных обязательств осуществляют ремонт данных дорог. О зимнем содержании дорог говорить уже можно? Уже есть подрядчики, которые будут зимой следить за нашими дорогами и очищать от снега? Ну, конечно. Зима у нас уже, можно сказать, вот она рядом. По прогнозам, которые меняются каждый день, мы видим уже первый снег в конце, вернее, в начале где-то октября, то есть в ноябре он уже, наверное, ляжет у нас. Поэтому, конечно, проведены аукционы. Все подрядные организации определяются по результатам проведенных аукционов. На сегодняшний день проведены аукционы. И подрядные организации, которые будут осуществлять содержание дорог в зимний период, это ООО «Дорожник» и ООО «Ленинс-Троенка». Это на территории города. И своя организация «Мастер» это поселок Никитинский. Ну, в случае, это основные подрядчики, которые у нас будут работать в зимний период, в случае выпадения мобильных снегопадов, мы, как правило, каждый год привлекаем дополнительную технику и дополнительные организации. Ольга Веряновна, у меня еще один вопрос к вам. Он не совсем, конечно, касается нашей темы подготовки к зиме, но, тем не менее, тоже в преддверии зимы эта тема важная. Очень много жалов в последнее время в социальных сетях на компанию «Чистый город» по поводу неудовлетворительного качества вывоза мусора. Вообще, как здесь идет работа с этой компанией и в плане вывоза мусора с городских территорий? Ну, я бы хотела сказать, что на сегодняшний день ситуация в плане вывоза мусора и работы регионального оператора «Чистый город», она более-менее нормализовалась. У нас идут отклонения, но это отклонения сезонные, которые связаны больше даже, я бы сказала, с рельефом местности нашего города. Все-таки техника, которая осуществляет вывоз мусора, она большая, тяжелая, и проехать по дорогам частного сектора зачастую, особенно в зимний период, в период весенний распутиться, достаточно трудно. Поэтому, да, бывают у нас перебои, но все те недоработки, все те обращения, которые поступают к нам по поводу невывоза мусора, мы с региональным оператором отрабатываем. В общем-то, мы с ним общий язык нашли, понимание нашли, и более-менее работа у нас на сегодняшний день по городу отлажена. Если подводить итоги нашего сегодняшнего эфира, в целом, Ленинск-Кузнецкий в предстоящей зиме готов? Ну, наверное, это покажет нам предстоящая зима. Но мы надеемся, что мы пройдем этот отопительный период без сбоев. Ольга Иварианна, я благодарю вас за ответы на мои вопросы. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»